Привет, друзья! Мы уже находимся в Турции. Еще одна неделя пролетела, вы можете смотреть отрывки нашего видео. Так что встала, у меня такой нос смешной. У меня с утра вот такая штука про заходят туда. Ты меня любишь с утра? Здравствуйте! На самом деле, я не только что стала сделать зарядку, я уже заниматься с детьми. Мы уже прилетели в Турцию. За этой неделю у нас очень много всего интересного получилось, приключилось. Мы вчера уже даже на экскурсиях успели побывать. Смотрите, какой у нас вид балкона. Вот видите, у нас тут деревья растут. Вам покажи лимоны и мандарины растут. Лимоны и мандарины растут. Вот там деревья, где лимоны и мандарины сзади. Ай, отпусти! Ну а что мы вам хотим сказать? Мы вам хотим сказать, что в Турции тепло даже зимой. Есть такое место Мерсин. Мы находимся здесь. Но подробнее об этом вы можете смотреть на нашем канале много стран. Мы будем снимать и рассказывать об этом. А сегодня я хотел бы вам показать отрывки нашей недели. Как мы летели, какие приключения у нас были в Киеве и уже в Турции. Что было в Анкаре. В этой неделе тоже все было. И в этом коротенькие-коротенькие видео я показываю. И море. И море, да. Море вчерашнее тоже я вам покажу. Ух, тут. Видите, на улице как тепло. С середины декабря. 20 градусов. Сейчас, да. С середины декабря. Мы сегодня пойдем гулять. Все только видео для вас сделаем быстренько и пойдем гулять. А вы задавайте свои вопросы, пожалуйста, пишите. И не забывайте, что у нас в понедельник у нас будут ответы на вопросы. Я не знаю, на какой счет интернета, будет ли у нас прямая трансляция или нет, но ответ на вопросы точно будут и какая-то тема связанная с путешествиями точно тоже будет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Не переключайтесь. Не переключайтесь, смотрите наши видео за неделю. Мы гуляем здесь по площади. Без зависимости она большая, красивая, интересная. Вот, завалило, да, Леш? Да. Это Богдан Хмельницкий. Вот такой вид еще отсюда открывается. И вот такой вот вид открывается. Такой вот вид открывается. На видео не передается цвета, но он такой ярко, прям синий просто. Передается? Передается, думаешь, на видео? Не, ну... Можешь ты снимать? Да? Дубы! Йогу делает, разминает. Передули. Темнее, здесь, кажется, есть синяя линия и все-таки есть вот такие вот стенды. Вот. Это парк Владимирского гирка. И тут обозначено, куда, чего, зачем, почему ходить нужно. Ну и так далее. Пустил домой, а? Вот издалека можно посмотреть на арку примирения двух стран России и Украины. Содружества. Включили подсветку домов, улиц. Сейчас красиво будет город светиться с разной подсветочкой. Вот так вот. Сразу стало светло. В магазине называется Насильпо. Много таких магазинов. Цены можно на два умножать, это будет российские рубли. Ну, вот яблоки. На два все можно умножать. Лук. Морковь. Картошка. Капуста. Нас очень дешево все. Дешевле, чем у нас в России. Вот. Мандаринки. Винограда. Виноград. Ну, что это дешевле, что так же примерно стоит. Вот. Бананы. Ну, аוקадо дешевое. Кирихи тоже вот так же, в принципе. Ну, такие вот ценники хорошие. дешевле чем россии короче по сыру за 100 грамм ну вот основные как бы такие вещи хлеб подешевле там гречка стать но гречка также стоять сегодня интересный день сегодня с утра выпал снег всю ночь шел очень много снега было на самом деле он там остатки остатки еще виднеется белого да так как сейчас там плюс 3 градуса еще все растаяла и и смотри небо чистится небо чистое становится и становится и видно город становится там часть города одну из отдаленных частей города за днепровье можно так сказать видно мост видно хорошо да да сейчас убьем в аквапарк да те его видно хорошо там дома видно хорошо сейчас мы еще с той стороны покажем город в сторону солнышко выгляну если солнышко выглядит и все все почистится очень круто будет все подсохнет вот там центр туда он видно от храма купола вон там были вчера дрин тревог на еще один вид с другой стороны на Киев на Киев и мы сейчас идем здесь вот видно тоже неплохо достаточно там нет вот дети наши рядом можно посмотреть сейчас вот это внизу снимать да нет мы собираемся в аквапарк сейчас сходить вот прекрасная погода сегодня в Киеве с утра выпал снег было минус один сырный дождь а потом в общем это к объеду распогодилось вышло солнышко все растаяло и сейчас плюс четыре можно конечно идти погулять что-то темнеет просто рановато четыре часа уже темнеет поэтому нет смысл ходить гулять поэтому мы решили с Деньгского высокого марта но обещали не сходить завтра уже очень плохая погода но в пятницу вроде солнца быстрее вот в пятницу 100% погуляем завтра может быть в музей авиации съездим и едем вниз на 16 этаже мы живем вот ребята здесь на набережной днепра обнаружили вот такой большой городок да и целый день а если не целый день а если не целый день там можно 60 на разные уровни там есть такая акция третья и четвертая уровня короче жена уже большая там есть акция там 160 гривен будет вот акция такая ну вот нормально да да надо сходить завтра будет только по выходным работают да да только по выходным папа а завтра будет завтра не выходной а у нас не будет выходной мы уже улетим а да сегодня среда оказывается здесь на набережде мы живем оказывается смотри какой здесь храм представляешь а мы даже не знали да да когда плохая погода ничего не понятно что происходит а когда хорошая ну как более-менее надо взговаривать в городе вообще есть место в городу приют рядом аквапарк да да вообще храм речка да можно твою лодку сделать вообще райская интересно райская да да летом особенно да тут можно купаться на лодке ездить да летом это вообще ходить ходить на этот город вот так вот детям очень понравился Киев здесь по сути вот природа в городе ну действительно на самом деле природа там вот уже заканчивается ну там с той стороны дальше начинается а здесь уже можно сказать вот ну практически лес вот есть ресторанчики всякие да что мороженое купил что хотел сказать мороженое купил там на той стороне там там не другая сторона там такая посередине такой этот островок да а ну вот островок там полуостров полуостров там живут люди да вот так вот вот такая здесь красотень рядом с нашим хостом где мы живем да Тима ну даже он навесы когда загорать купаться можно папа он по моему новый новый да новый да а он еще не открылся а он еще не открылся а он еще не открылся ну вот новый храм устроит здорово приехали на друг пришли на другую станцию метро здесь тоже рядом с нашим постом покажут огромные торговые центры называется dream 1 и вот здесь вот dream 2 там вот станция метро с той стороны далеко была на которой мы ходили а здесь ближе это станция метро если бы мы вчера пошли можно было очень долго гулять здесь такие вот домики здесь интересные строятся мы сейчас dream 2 да мы сейчас dream 2 там находится dream island аквапарк юрского периода это что Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давай! Ух ты! 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 понравился на самый лучший аквапарк твоей жизни или нет или где-то лучше все мыши с аквапарка и здесь еще не трогать пошли и здесь это такие вот машины стоят вот здесь фотка стекала это все аквапарка мы решили зайти магазин сельпо это местный супермаркет цена качество там стоит машина с фруктами на на стали накатались выпечка здесь надо вам нажать и это будет рублях кончик сорокет стоит вообще на 40 рублей пицца вот такой большой кусок 130 пицца большой кусок стоит 30 рублей все я больше вот такого тоже вообще копейки сэндвичи 24-24 из короче у нас вообще жестоко 58 штук у нас такая штука стоит 800 рублей 550 здесь получается 150 рублей вообще пипец и 42 штуки вообще ради сладкоежек пола по 20 рублей нас по 40 на стоит нести тоже там по 20 рублей 25 всем привет сегодня прекрасный день в киеве набережная днебра ну пасмурно идет небольшой дождик моросит в районе двух градусов тепла я выбежал на свою традиционную пробежку в каждом городе ну в россии не в каждом городе получалось пробега потому что где-то была слякой там сильный дождь и вот а у меня кроссовочки летний можно так сказать я взял потому что мы в лето идем но в общем мы бегаем побежали по прекрасных красивой набережной киева здесь вот городок теннисные корты можно купаться лава здесь такие очень многие люди бегают он здесь тренажеры даже есть смотрите можно позаниматься тут вот коттеджики начинаются всякие такие фигурки стоят исторические или не историческим подобие того кстати вот как казани практически в центре города на набережной стоят коттеджи на набережную там мост ну и соответственно также они граничит рядом с большими огромными домами набережной есть такое какая-то ключ проволока заброшены какие-то да здание а на обратной стороне там яхты парковка яхт кораблей это все граничит рядом с коттеджами с дорогущими ой яхты пил в лужу смотришь по сторонам вступаешь в лужу дальше идут работы по созданию набережной дальнейшем вот это большой мост который идет за днепро центра киева отдаленные районы в киев мы заметили очень интересный храм в интересном стиле и тут оказывается вот еще один тоже в таком вот интересный стиль и строится очень много храмов новых очень здорово это классно вообще весь исторических храмах но также строятся новые храмы я даже не знал что киев такой ну вот как сказать интересный город в этом плане действительно красиво вообще закончилась моя пробежка но там вот я бегал по набережной получилось где-то у меня почему-то плохо сработал мой счетчик получилось где-то в районе пяти шести километров я пробежал вот тем такой средненький мне было устанавливался фотографировал снимал но в принципе хорошая пробежка я доволен вот бегайте друзья чаще занимайтесь спортом держите в тонусе свой организм чтобы бегать больше и дольше тут можно было потом в центр бегать и устраивать так сказать экскурсионные пробежки какие-то ты сидишь на улубоке в общем очки у нас город растрат мы здесь делаем самые большие траты потому что потому что здесь дешевле полтора в два в три раза и но из-за этого как бы ты получаешься берешься дешевое дешевое но получается в итоге больше тратишь 6 рублей хотя как обычный шоколад который равен тратить за пятьдесят вот поэтому в общем короче тратим очень много на еду на еду очень много тратить и вот мы переместились в африку сразу из киева базилиан ацтеки лианы вода мы сидим облидаются дешевым украинским мороженым мы продолжаем короче что не есть и идем уже третий раз магазин за едой на тебя и ничего не кормить и до сегодня ролики сегодня мы будем кататься на роликах роли дрон называется сегодня да вот сейчас мы пойдем на роли дрон и там будем там будем кататься может быть я сниму видео там еще нравится будете кататься хорошие ролики у меня сначала были плохие я пошел переодел хорошо я собрались все едем дальше сейчас мы на почте ульку пиши направляем письма бабушкам дети отправляют бабушку с удовольствием с новым годом нет очередей кстати здесь а куда мы собрались с чемоданами сегодня а вы знаете куда мы едем еще куда куда в инкару летим на самолете первый раз выезжаем ночью первый раз ночью выезжаем идем на автобус чтобы в аэропорт поехать я снимаю я снимаю я снимаю я снимаю пешком давай давай пешком в аэропорт да пешком в аэропорт ходим теперь на самом деле в Киеве очень давно расположен аэропорт едят автобусы буквально там километры и аэропорт ну в Киеве расположены два аэропорта есть вот в Киеве а есть в Борисполе да вот и мы идем тут в аэропорт тут оболонь мы приехали на автобусе на 463 проезд 6 гривен это 12 рублей 12 рублей вот и мы это наверное самая дешевая поездка в аэропорт наверное в нашей жизни да да вот и тут да тут с километра тут можем пересесть еще на один автобус но тут две остановки буквально а мы же идем пешком ходить поэтому мы идем пешком у нас полет на Анкару он там вот встречивается из этого терминала это небольшой новый терминал говорят нам еще 6,5 часов тут вот вход никаких контрольно-пропастных пунктов ничего нету да Тим вот мы здесь сели с Максиком да да сейчас будем ждать нашего рейса есть принципе камера хранения здесь стоит всего 10 гривен на час то есть 22 час на одно место здесь очень дешево тоже что? ну камера хранения как в туалет хорошо хорошо нормально да автоматически он такая штука поли-зеленый пакет обернут ободок нажимаешь кнопочку он так продвигается чистенький поли-зеленый пакет выезжает ух ты можешь проверить супер у нас дети Макса разлетают у нас дети Макса разлетают Макс нормальный с ними вообще? мы с ним смажать кучно уже минут десять они катаются уже по всему работают украшу наши waking Упаковка багажа стоят восемьдесят гривен всего на двести рублей максимум Макс слушайте усадка здесь каком-то здесь есть там даже две кровати есть игрушки коврик макс играет здесь довольно тепло относительно всего аэропорта случае для кормления столик есть манежек и телевизор здесь тоже смотрят и есть няня мне кажется будет очень интересно будет очень круто будем летать я мы еще не летали и когда в жизни в автостопе на самолете здесь полетаем будет нормально я давно не летал на самолете я хочу полететь на самолете ладно встретимся после после посадки на самолете и вот ребят когда шел я заметил вот такой городок смотрите машинки кстати я такого мистера фильмы находили такие и играли чем прикольные дома здесь что это надо здесь сделать как настроение сейчас мы вылетаем в кору идет посадка на самолет на макс 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 да там куда мы летим два раза старше не в два раза четыре раза он был два месяца он летал три месяца сейчас и музыку так все мы пришли пришли в самолет вот это окно нас встретил наш хвост сразу же здесь мы приехали рано утром 6 часов утра еще поспали до десяти выспались да здесь вот детская здорово здорово тебе нравится другой стороны о максу нравится сюда там наш хвост здесь ванна там наш хост делает нам завтрак рассказал что можете пользоваться всем полотенце здесь уберите пользуйтесь максик первую очередь топает заходите наш хост это сироп кленовый вот мы вышли на внутренний двор будет в этом доме живет наш хвост 40 этажей но он живет на пятом потом маришь давай спать хочет вот здесь большой двор много всего интересного куча площадок внутри площадки там вот есть еще он закрытый здесь вот есть может спать должен расцветают цветы снова зимой здесь в анкаре хотя ночью или минус пять было розы шиповник а мы в пуховиках маришь да надо было отправлять муха пуховики и красные ботинки здесь поэтому месту забыл снять видос здесь вот футбол и баскетбол волейбол все столько что все это говорил снимал в общем вот у них детский сад тут у них вон автобусы ездят такие которые бесплатно ходят до метро от ихнего комплекса мостики вот такие вот речка здесь кисад стоит полторы тысячи лир аренда жилья здесь стоит в районе двух тысяч лир но можно и дешевле допустим в таких вот домах чуть подальше отсюда от 500 лир можно снять однокомнатную квартиру ну как однокомнатность кухня и гостиная и спальня у них так считается вот также по за по заплате допустим здесь у нас зарплата начинается тысячи полторы тысячи лир служащие госслужащие получают три четыре до пяти тысяч лир вот продуктам посмотрим сколько стоит что еще сейчас будем узнавать постепенно и будем говорить что сколько стоит погода хорошая у нас женщины готовят вот женщины готовят марина борщ наш хост пасту дети играют в игрушки общаются по-русски а макс 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 вот это вот настоящий коучшерфинг когда две семьи на одной кухне готовят и кушают общаются на трех языках английский русский турецкий макароны и борщ русский суп русский суп борщ ну почему это славянские россии русские почему русский русский борщ вышли на прогулку вечером здесь внутри двора все подсвечивается здесь как днем все в огнях то есть дети могут гулять круглосуточно кататься на развлечениях на всяких разных на самом деле тут ехать минуту вообще короче да да зима нормальная зима сейчас мы идем метро нам надо посмотреть принимают у них там карточки или нет либо нам надо снять на карту с карточки на улице фрукты дешевле чем в том магазине который рядом с домом плюсом здесь вот рыба куча всякой продается пошли в метро да так я не понял сколько стоит у нас 1,50 короче 4 лера стоит получается билет один мы пошли в метро вот две ветки вот мы от Настана доедем до Каваза это центр мы вышли на одной станции тут бесшумные поезда вообще не трясет нисколько метро в смысле и ну высокое высокое метро надземное практически на земле вышли чтобы не максим проснулся Анкара стоит на холмах Горюша круто да я никогда такого не видел тебе нравится да я мечтала посмотреть я в России там сидела в метро и иду мечтала мечтала вот мечтай с полного раз мы попались в кабину посмотреть это самое главное мечтаете да я думала когда вырастут только получится да того через две недели получилось через две недели получилось вообще супер туннель заезжаем да а сейчас выйдем из него маленький туннель а мы большой это станция да прикольно все равно туннель вон он следующий вон да большой туннель кто-то там это моя мечта а если еще вот